Детское радио представляет Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина! Здравствуйте, Александр Сергеевич! Меня зовут Илья. Я тут недавно служил, как мой папа моему брату сказку читал о рыбаке и рыбке. Здорово читал, да и сказка интересная. Мне понравилось. Умеете вы со словом работать, Александр Сергеевич? Вот только не все слова мне понятны. Я даже специально кусочек сказки выучил. Воротился старик ко старухе. Что же он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Порчевая на маковке кичка Жемчуги огрузили шею. На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги, Она бьет их, за тюбрум таскает. Да, характер у старухи не подарок. Но сейчас я о другом хотел у вас спросить. Что такое соболье? Мне ясно. Это из меха соболя. Животное такое. А душегрейка – это что? А парчевая на маковке кичка. Это вообще что такое? Белиберда какая-то. А еще я не знаю, что значит тюбрум. Объясните, Александр Сергеевич. Пожалуйста. Уважаемый Илья, Объясняю. Душегрейка чем-то похожа на жилет. В старину женщины надевали душегрейки Поверх нарядных сарафанов. У старухи, ставшей столбовой дворянкой, Душегрейка была сделана из соболя, Очень дорогого меха. Еще, Илья, вы спрашивали, Что значит парчевая на маковке кичка? Кичка – это высокий головной убор, Который женщины носили в старину. Кички украшали бусинами, жемчугом И разными драгоценными камнями. А парчевой она называется потому, Что изготавливалась из парчи, Плотной узорчатой ткани, Сделанной из шелка. Она была украшена золотыми Или серебряными нитями. Теперь про чупрун, За который старуха таскала своих слуг. Чупруном в старину называли чуп Или клок волос на голове. Ну как, Илья, Теперь вам все понятно? Теперь все яснее и ясного стало. Спасибо, объяснили. И с днем рождения, Александр Сергеевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова